К сожалению, вчера в моем силе произошло небольшое недопонимание. Я клянусь Аллахом, в Аллахе и Белаге, я это так не оставлю. Ты за выражениями своими не следишь, ты че, ты плаксой тебя если будут назвать, попрошайкой тебя будут назвать, я че, на цыгана похожий или на кого, я не понял. Я дал волю эмоциям, погорячился, я перед всеми достойными представителями этой нации извиняюсь. Постоянный герой моих крайних роликов, Хамзат Куреев, продолжает совмещать свой тренировочный лагерь с активностью в социальных сетях. На этот раз маэстро вступил в перепалку с торпеды Калмыкова. Все дошло до того, что обоим спортсменам пору менять свои номера, которые они засветили в ходе своих занимательных бесед. А Хамзат в порыве эмоций немного, так сказать, лишканул в своих выражениях. Ну, давай встретимся, у меня 12 часов самолет, давай встретимся. Мне нужно с тобой сегодня увидеться. Ты же на камерах, герои там записывают, кружки, что-то выставлять. Давай сегодня встретимся и решим вопрос по мужски. В чем проблема? Ну, мы с тобой решим, конечно же. Ну, решим. В каком контексте? Ты за выражениями своими не следишь. Ты что, ты плаксой тебя, если будут назвать, попрошайкой тебя будут назвать. Я что, на цыгана похожий или на кого, я не пойму. Ты на кого меня, ты за кого меня воспринимаешь? Ты что, путаешь берега реально, а? Ты хайп, хайпом. Я, я, я сказал Калмыкову, я говорил Калмыкову. Если мы раскручиваем бой, да, давайте, я не против раскручивать бой. Ты хочешь, может, на дальнейшее бой раскручить? Давай, я не против. Но ты куда грани переходишь? Ты путаешь, что ли, я не пойму. Я не против, но ты еще и в итоге можешь это все делать не на камерах. Да, да. Ну, давай встретимся без камер. В чем проблема? Да, ну что, ну, поздравлю с тобой без камеры. Давай на камерах, давай. Зачем мне камеры? Ты перешел, ты задел мое личное. Ты что, путаешь реально? Ты меня плаксой называешь. Ты попрошайкой меня называешь. Ты что, путаешь? Я не знаю, как ты. А? Что? Ладно, у меня с тобой разговор понятен. Если ты мужчина, ты со мной сегодня встретишься. Если ты не мужчина и делаешь это все ради хайпа, то с тобой все понятно. Номер мой есть. Я жду от тебя звонка, если ты хочешь встретиться. Ну, надо будет там подъехать, если ты знаешь, что там погибли, где ты скоро ходишь. Ну, вот скажи адрес, куда подъехать. Ты же знаешь, где все происходит, где меня можно на кроссовере встретить или что? Ну, подъезжай, подъезжай, приезжай. Ты же знаешь, где все происходит. И когда, и когда. Однако вскоре он принес публичные извинения. С детства меня мои родители учили, что нет плохой нации, есть плохие люди. И человек определяется по поступкам. Вчера в ходе своего конфликта я дал волю эмоциям, погорячился и привел цыган к плохому сравнению. Из-за многих людей складывается плохое впечатление о нации. И именно первым вчера в голову мне пришли эти плохие люди. Многие достойные цыгане мне сегодня написали. Это самое видео, наверное, послужило поводом для знакомства с ними. Я перед всеми достойными представителями этой нации извиняюсь. Не принимайте мои слова близко к сердцу. Это все было сказано на эмоциях. В целом, перепавка Курива с Харонженко плавно начинает заплывать за буйки обычного трештока. Даже страшно представить, чем может закончиться их встреча в жизни. Теперь обращение к организации Hardcore Fighting. Мне все равно, что вы сделаете. Отстраните вы меня от боя с Калмыковым. Но человек, который перешел все рамки, и я примерно предполагаю, с чьей подачей он это все делает, я его переверну на ближайшей конференции, там, где мы с ним увидимся. За пределами Hardcore он со мной встречаться не будет. Это 100%. Потому что он дичку начинает. А вот где я его встречу на Hardcore? Хотите, отстраняйте от боя. Хотите, не отстраняйте. Но эту дичь я переверну. Он позволил себе много лишнего. И этого много лишнего допускаете вы. Теперь ждите. С Азизом Камаловым произошел крайне неприятный инцидент. Вчера, 22 мая, Курт ввязался в какую-то потасовку в своем родном селе. Ссора переросла в уличную драку, итогом которой стала сломанная челюсть. Теперь спортсмена ждет операция и долгое восстановление. Собственно, сам Камалов рассказал подробности произошедшего, поклявшись поквитаться с обидчиками, а также принес свои извинения. Ас-саламу алейкум. Приветствую всех. Все знают, что 2 июня у меня должен был быть боем с Анафаном. Я очень сильно готовился к этому бою. Я был готов. Но, к сожалению, вчера в моем селе произошло небольшое недопонимание, где мои односельчане звонят моему брату, тянут на разговор. Я даже не знаю, как назвать этих подобий мужчин, этих недомужчин. которые раз на раз не могут ничего сделать, бьют сзади, сбоку. Просто бьют, чтобы нанести как можно больше вреда. Какой бы ты спортсмен не был, кем бы ты не был, ты в первую очередь являешься человеком. Самый неожиданный удар, вы сами знаете, что я такое. Я человек, я не терминатор. Естественно, у меня поломано челюсть. Мне понадобится 3-4 месяца для восстановления. Я хочу сказать тем людям, которые били меня в крысу сбоку, сзади. Я клянусь Аллахом. В Аллахе и Биллахе, я это так не оставлю. Мне завтра будет операция. Вот здесь вот. На поправку к моей челюсти. Завтра будет операция. После операции будут восстановления, иншалам. Я в себя приду, и вы посмотрите, что я сделаю с теми, кто себя вот так ведет. Всех моих, всем болельщикам, кто за меня переживает, кто меня смотрит, кто поддерживает. Простите меня ради Аллаха. Аллах знает, что я не хотел, чтобы этот бой отменялся. Всевышнего. У Всевышнего просто были другие планы на меня, и все. Альхамду лилля. Всем спасибо за понимание. Наверное, обиднее всего, что 2 июня его ждал самый принципиальный бой на хайпе против Амирхана Оэва, конфликт с которым длится практически один год. Перед этим они даже успели второй раз встретиться с глазу на глаз в рамках еще не вышедшего выпуска подкаста «Братьев Рейтинговых». Руководство лиги уже отреагировало на это, и в экстренном порядке ищет замену Белому Льву. Обидно, что спортсмены получают столь тяжелые травмы, особенно за пределами клетки. Полагаю, с учетом курса реабилитации и последующей подготовки, долгожданную развязку конфликта мы можем лицезреть точно не в этом году. Какой-то проклятый бой, не находите ли? Также отдельно хотел бы попросить прощения у руководителей хайпа, Альфреду, Дени, Арманд, у всех фанатов. Вы сами видите, ситуация есть, это неизбежно, никто ни от чего не застрахован. Но я даю вам слово, мы скоро вернемся и закончим. Это наше начатое дело. Всем спасибо за понимание, всех обнял. До скорой встречи. Пожелаем Азизу терпения и скорейшего выздоровления. Пишите ваше мнение в комментариях, не скупитесь на лайки и обязательно подпишитесь на канал, чтобы всегда держать руку на пульсе самых горячих событий в нише ММА. Субтитры сделал DimaTorzok